Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова и это очередное видео из серии видеороликов, в которых мы с вами учимся как определять тип кожи и как правильно подобрать средства по уходу за кожей лица из каталога Арифлейм. И в этом ролике мы с вами рассмотрим самый редкий тип кожи, это нормальная кожа лица. Как мы ее определяем? У кожи ровный тургор, ровный цвет, нет воспалений, если поры есть, то они практически незаметны, кожа не испытывает никаких дискомфортов. То есть девушка говорит, мне не сухо, мне не жирно, да все хорошо, все комфортно. Кожа визуально и на ощупь мягкая и упругая, и зачастую цвет кожи очень красивый, то есть даже как персик кожа такая бархатная и очаровательная. Нужно ли ухаживать за такой кожей, спросите вы, если она и так хороша? Конечно да, потому что любая кожа будет стареть. И эти процессы старения кожи мы можем только замедлять, остановить их мы не можем, конечно же. И так как ученые доказали, что всего 20% то, как мы выглядим, это гены, которые у нас заложены, а остальные 80% это то, на что мы можем влиять, то в этом случае я предлагаю даже обладательницам, счастливым обладательницам нормальной кожи ухаживать за ней, особенно тщательно, чтобы она радовала вас из года в год, независимо от того, сколько вам лет. Итак, как мы определяем, что выбрать обладательницей нормальной кожи, мы прямо посмотрим в нашем каталоге. Ну что, приступаем к просмотру. Когда мы подбираем средства по уходу за кожей, мы берем сразу два каталога, как обычно, я всегда говорю, текущий и следующий, для того, чтобы подобрать средства по более выгодной цене. Или может быть такое, что в одном каталоге средства не представлено, а в другом оно как раз нас ждет. Итак, сегодня говорим о нормальной коже. Это самая классная кожа, самая счастливая обладательница, но, к сожалению, очень редко встречаются обладательницы нормальной кожи. Для вас все гораздо проще. У нас есть серия на ВЭЧ. Мы выбираем любой комплекс, соответствующий возрасту и потребностям. То есть, если у нас девушка хочет просто придать более свежий вид коже, румянец, мы говорим о True Perfection серии. Если у нас уже какие-то боли, нужно питание добавить, выровнять кожу, может быть, уже появились морщины, носогубные складочки углубляются, то, конечно, это экологен. Если испортился овал лица, то есть падает прям сильно контур лица, то самый лучший вариант – это взять серию Ultimate Lift с лифтинг-эффектом. И более взрослая кожа – это уже регенерация кожи, восстановление, то есть такие процессы серьезные. Это серия Time Rastery в таком красивом золотом дизайне. Если говорим о средствах для нормальной кожи, то шикарно подойдет Eco Beauty, особенно если эта девушка вегетарианка и против всего животного, то классно будет именно Eco Beauty. Следующая серия для нормальной кожи тоже подойдет Optimus осветляющая. Кстати, мы про нее не говорили в предыдущих роликах. То есть если есть проблемы с пигментацией, хорошая серия, очень такая мягенькая, жирненькие кремы в ней, в этой серии. То есть если есть проблемы с пигментацией, то можно поработать с этой серией. Также для обладательниц нормальной кожи подойдет средство с синих баночках. Здесь прямо так и написано – для нормальной и комбинированной. То есть хорошие мягенькие средства. В следующем каталоге они выйдут у нас в таких красивых будут футлярчиках. Сейчас покажу вам. Вот они будут у нас для нормальной комбинированной кожи. Если же это все-таки зимний период времени, то может быть даже для сухой чувствительной кожи. Потому что бывает, что нормальная кожа зимой чувствует себя не очень комфортно из-за таких резких перепадов. В помещении жара, на улице мороз. Поэтому, может быть, нужно будет взять более мягкие средства. А на лето как раз такие вот легкие, невесомые. А также подойдет серия с алоэ вера. Если мы говорим о недорогих, доступных таких комплексах. Вот у нас алоэ вера. Здесь у нас еще крем для глаз есть в этой серии. Если нет крема для глаз, можно взять и серию оптималс. То есть мы всегда можем миксовать. Если вы помните, собирать средства из разных серий. Главное, чтобы это было в рамках одной компании. Кстати, для нормальной кожи и кожи склонной сухости шикарно подходит серия Королевский бархат. Я совсем про нее забыла. Но эта серия действительно достойна внимания. И она и по ценовой политике очень доступная. И по качеству. Это роскошная серия в очень красивом дизайне. То есть, ну, может быть, она немножко уступает на вейдж. Но это легендарная серия. Я всей пользовалась. Очень классные средства. Просто для нормальной, для сухой кожи шикарно подойдут. Вот, в общем-то, и все из комплексов. Что касается дополнительного хобби. То есть можно использовать скрабы. Как раз видела здесь скраб. Вот, очень хороший скраб, отшелушивающий для лица. Маски, любые маски, питание. Что еще у нас есть? Разглаживающие. Новые масочки. Все тоже шикарно для нормальной кожи. Главное помнить, что если кожа нормальная, это не значит, что за ней не надо ухаживать. Может быть, наоборот. Еще более тщательно, чтобы эту красоту сохранить. Вот у нас есть три маски тканевые. И любая из них классно подойдет для нормальной кожи. Они очень хороши. Вот, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы по уходу за нормальной кожей, обращайтесь. Пишите в комментариях. Всегда помогу. Растесню. Может, я что-то забыла. Что-то забыла рассказать. Всякое может быть. Поэтому не стесняйтесь. Давайте пообщаемся на эту тему. Все, чем могу помочь, я всегда помогу с удовольствием. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.